Микс Ньюс. Депутат Сейма Игорь Пименов у нас в студии. Добрый вечер. Обычно в пятницу, в конце рабочей недели, мы подводим итоги вот этих предыдущих пяти рабочих дней. Она была опять, эта неделя, насыщена политическими событиями. Наверное, три ключевых таких новости, которые мы сейчас попытаемся, если успеем, конечно, обсудить, это и закон о распуске Рижской Думы, и те вот налоговые изменения, которые еще пока только в таком проектном варианте, они еще будут меняться, но, по крайней мере, такая утечка была. И, конечно, третье, это во втором чтении был рассмотрен сеймом законопроекта или поправки в закон о всеобщем образовании, которая касается муниципальных детских садов. И напомню, что Игорь Пименов еще и председатель Латвийской ассоциации школ с обучением на русском языке. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Да, еще, может, по порядку, вот что касается действительно распуск Рижской Думы, мне кажется, что депутаты от фракции Согласия, вы тоже в этой фракции, если я не прав, вы меня сейчас поправите, оказались в такой двойственной ситуации. С одной стороны, было видно, что, по крайней мере, первая часть или первая редакция законопроекта Роспуск Рижской Думы, ну, мягко говоря, привязана за уши какой-то вывоз с мусора, который вывозится, да, то есть, ясно, что юридических оснований не было, с одной стороны. С другой стороны, вот недавно произошли события, которые показали, что, в принципе, Дума, ну, не дееспособна, там, не способна собрать три заседания, нет кворума, нет коалиции, уже нет вице-мэров, много чего нет. И вы оказались в такой вот сложной ситуации. Вот, Игорь, может быть, прокомментируете. Ну, прежде всего, мы были против Роспуска Думы, хотя потому, что Роспуска Думы, во-первых, там были вполне конкретные обстоятельства, которые убеждали в том, что все проступки, которые совершила Рижская Дума, дезавуируются. Многие договора, которые, скажем, нарушения которых или условия заключения которых ставились в Проколежской Думе, на самом деле были согласованы в Министерстве защиты среды и регионального развития. И поэтому у нас была определенная уверенность, что мы сможем это доказать, если не в Сейме, то в Конституционном суде. Это раз. И, кроме того, просто вот так вот перечеркивать все, то, что было сделано нашими коллегами в Думе за два созыва фактически, начиная с 2009 года, ну, это просто как бы не по-хозяйски относиться к своему же наследию и к своему имени. Ну, не было там тех грехов, о которых громогласно рассказывает сейчас Сеймовская оппозиция и правительство. Ну, начиная с того, что второе лицо в государстве, председатель Сейма Инара Мурнеец, введя различного рода переговоры и приемы, при упоминании Рижской Думы сразу произносит фраза «ну, это коррумпированная Рижская Дума», говорит об этом как о факте. Вместе с тем, такие серьезные обвинения должны быть все-таки доказаны в суде. И действительно было много разговоров на эту тему, но это не освобождает политиков от того, чтобы быть ответственными, когда они делают какие-то публичные заявления. Это раз. С другой стороны, та оппозиция, точнее нет, та оппозиция, которая реально создавала Рижское правительство, я бы так сказал, в последние годы, оказалась зависима в значительной степени от воли небольшого количества лиц, которые могли легко срывать к форуму, могли нарушать правила большинства, которые, собственно, и обеспечивала устойчивость этого правительства. В этих условиях такая Дума, конечно же, перестает быть работоспособной. Поэтому, продолжая еще раз принципиально отстаивать ту Думу, которую мы все знаем и в которую верили, поверили, и в которую верили, я предполагаю, и продолжают верить Рижане, мы в то же время хорошо понимаем, что выборы неизбежны, и нужен такой состав Думы, такое устойчивое правительство, которое будет устраивать всех в городе. Работа начата, и впереди большие испытания. Я уверен, что наша партия сможет убедить Рижан в том, что мы не были временщиками на 11 лет, а доверие, которое оказывали жители города, независимо от своей этнической принадлежности, товарищам из моей партии было оправданным, обоснованным, и это доверие мы сможем подтвердить свои работы в следующей Думе. И это не для красного словца, не потому что я вот здесь в направлении партии сижу и об этом рассказываю, просто я знаю нашу скамейку длинную, людей, которые готовы городом реально управлять по всем направлениям работы, поэтому говорю так. Вот второй законопроект, который, я думаю, волнует очень много рижан, рижских семей, это все началось с поправки ТБ ВИС в Латвии, которые предложили вообще облатышить всю систему муниципального дошкольного образования, видимо, прежде всего в Риге, и гласила изначальная поправка так, что если хотя бы один родитель придет в муниципальный детский садик, к примеру, который осуществляет программу нацменьшинства, скажет, а я хочу, чтобы мой ребенок здесь учился по латышской программе, но такая возможность ему должна быть предоставлена. Потом юридическое бюро все это подправило, вчера это рассматривалось на пленарном заседании, несколько слов об этом подробно, что это такое, к чему это приведет и так далее. Ну вот эта вот оговорка, которую вы в самом начале своего введения произнесли о том, что необходимо желание хотя бы одного родителя, она косметическая, вне всякого сомнения. Если необходимо какие-то преобразования в соответствии с законом, найти такого одного родителя, никакого труда никогда не составит. Мы это хорошо понимаем. Поэтому это раз. Во-вторых, юридическое бюро, ну просто на языке законов произнесло то же самое, что и в политике национального объединения в своем патетическом предложении. Я бы, наверное, хотел бы тут чуть подробнее остановиться и вы, Абек, если я заговорюсь и буду говорить излишне долга, пожалуйста, остановите. Ну я очень коротко, потому что о сути этого предложения. Надо сказать, что было понято нашими слушателями, что предлагалось национальным объединением и что поддержало большинство депутатов Сейма, Первым, а теперь уже можно говорить, а теперь уже и во втором чтении. Значит, речь идет о том, чтобы во всех детских садах Латвийской Республики, в том числе и в детских садах, которые осуществляют образовательные программы на языке национального меньшинства, исполнялись бы и программы образовательные дошкольного образования на государственном языке. Вот за этими сложными, но точными юридическими формировками суть заключается в следующем, что во всех детских садах, в том числе и в тех детских садах, где все группы, скажем, русские, потому что огромное большинство лиц, относящихся к национальным меньшинствам, около 96% учатся в школах на русском языке и детские сады, соответственно, отражая тоже эту пропорцию. Если хотя бы, вот если в таких детских садах, в таких детских садах должна быть создана хотя бы одна группа, которая бы работала для детей из латышских семей. То есть, независимо от того, есть ли на то обстоятельства, есть ли на то условия или нет, безусловно, это вызов для самоуправления, которое ущеждают такие детские сады. И задача, в принципе, понятна. Много раз председатель комиссии семьи по образованию Арвел Саша Раденс говорил, что вот, по сведениям Министерства регионального развития более 7 тысяч детей не могут найти место в детских садах, из них значительная часть – это дети из латышских семей, и это никуда не годится, если в такой стране, как Латвия, ребёнок из латышской семьи не может найти себе место в детском саде. Ещё это обязанность государства и самоуправление обеспечить ему, потому что мы живём в национальном государстве, и законы защищают интересы латышской этнической группы особым образом. Строго говоря, да, действительно такое государство, и политики нашего объединения с пониманием относятся к тому, что мы живём в стране, в котором состоялось государственное самоопределение латышской этнической группы, но эта ситуация не первый раз встречается во всём мире, все общества многоэтничные, и поэтому давно уже устоялись вполне конкретные рекомендации по такому урегулированию отношений между лицами из различных этнических групп, которые обеспечивают интересы всех. И эти рекомендации, изложенные в международных документах, в частности, защищаются интересы и лиц, которые относятся к национальным меньшинствам. На этом мы настаивали, и продолжаем настаивать, и в свои предложения конкретно вносили. То есть, в принципе, мы с пониманием, повторяю, относимся к тому, чтобы дети из латышских семей получали возможность быть в латышских группах, но при всём при этом не должно ухудшаться положение и условия получения в местных садах тех жителей Латвии, которые дома говорят на русском языке. Это раз. И во-вторых, те группы, которые уже существуют, которые действуют, куда ходят дети из русских семей, качество преподавания, качество воспитания, которое там осуществляется на русском языке, не должно ухудшаться. Необходимо добиться равновесия интересов, и делать это необходимо, используя те публичные средства, которые есть в бюджетах самоуправления или государства. Между тем, призыв к такому сбалансированному подходу к решению наших проблем, такой не может не быть другой, он не воспринимается серьёзно, как мы в этом убедились во вчерашних слушаниях, а прежде ещё во время первого чтения этого закона, ни одной из политических партий, которая, к сожалению, кроме нашей. С некоторыми оговорками только некоторые депутаты пытаются действительно полемизировать с нами и излагать свои доводы. Последовательно поддерживают нашу позицию несколько независимых депутатов, и за это им безусловно спасибо, причём не за формальную какую-то политическую поддержку, а за содержательную поддержку и за понимание этой проблемы и намерение реально разрешить это противоречие. Между тем, партии, которые создали правительственную коалицию, категорически отмахиваются от любого решения, называя любые попытки защиты, возможности осваивать программы, то есть создавать русские группы в детских садах и впредь, как намерение сегрегироваться и как намерение раскалывать общество, что есть совершенная чепуха. Как говорят латаши, пупу мизес, ну это просто не как бы не оспаривается ни одним рациональным обсуждением. Вот в этом как бы содержание проблемы. Если есть потребность, я расскажу просто как это всё раздевалось и какие появились факторы буквально на глазах за последние несколько дней до рассмотрения законопроекта во втором чтении. Значит ли это, вот если так подводить какие-то итоги, что когда этот закон будет принят в окончательном чтении и президент его повозгласит, но в этом, я думаю, сомнений практически нет, что вообще под угрозой окажутся вообще вот эти детские садики, которые реализуют программу «Насменьшение». Я бы тут не стал бы сгущать краски, потому что более чем они сгущены теперь уже представителями национального объединения и новыми консерваторами, сгустить их уже невозможно. Ещё не далее, как дней десять тому назад говорилось о латышизации латвийских детских садов как о необходимости и как безусловной и ближайшей перспективе. Об этом говорили вполне конкретные политики во главе с руководителем фракции национального объединения «Райвис им за интерсом». Именно на предложение о том, что необходимо в каждом самоуправлении оценивать спрос на образование, на создание групп русских в детских садах в каждом конкретном самоуправлении. Я услышал следующее, что это абсурд опрашивать в Сесисе в Сигутском крае родителей о том, нужны или не нужны им латышские группы. Отчего же абсурд? Да ну вот просто абсурд, потому что там и нет уже русских групп, и спрашивать латышей об этом, это, повторяю, абсурдно. Я-то как раз этому парировал тем, что я считаю, что в демократическом обществе и при демократической организации системы образования абсурдно является положение, когда такие вопросы не задаются, потому что при таком подходе то небольшое количество семей, которые там есть, ну просто никогда не получат возможное создание группы для своего ребенка на языке семьи. Это совершенно понятно. Но последние дни этот пафос правящие политики засунули себе глубоко в карман не по одной единственной причине, даже по двум причинам. Прежде всего пришло письмо в Сейм от комиссара ОБСЕ Организации по безопасности и сотрудничества в Европе Ламберто Заньера, в котором он указывает на то, что надо учитывать интересы национальных меньшинств, что все вопросы реформирования системы образования должны вовлекать непосредственно заинтересованных лиц, прежде всего родителей, в том числе, если речь идет о детских садах, то родителей этих малолетних детей. А кроме того, он указывает на то, что, например, средством решения и сбалансирования интересов является то самое правило, о котором я только что сказал и которое я предлагал в своих поправках ко второму чтению, а именно удовлетворение спроса на создание групп национальных меньшинств в латвийских детских садах при условии достаточного спроса, именно так и никак иначе. На это одна из фракций правящей коалиции, а именно развитию за, взяла тайм-аут, по их внутренним условиям они могут такое сделать, и на неделю правительство отложило рассмотрение этого законопроекта все ими. Вчера оно таки состоялось. По всей видимости, эта фракция рассчитывала, что им удастся каким-то образом переубедить своих коллег в правительстве. И пусть бы так оно и состоялось, мы не будем ревнивыми, в конце концов важен результат, но не удалось им это сделать. Есть еще одно обстоятельство, по которому некоторое время прикрыли рты, прямо скажем, ксенофобы в правительстве. Не далее, как на следующей неделе в Латвию приезжает делегация Венецианской комиссии, которая будет изучать исполнение Латвии, в частности, своих международных обязательств и исполнение обязательств по рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. В этих условиях принимать, поддерживать нормы законов, которые идут в абсолютный разрез с теми обязательствами, которые Латвия на себя взяла, ну просто стрелять себе в ногу. Но они же это сделали? Абсолютно. Но более того, я уже, по-моему, сказал, и обращаю внимание еще раз, комиссар указывает, необходимо советоваться с родителями. Что произошло? В среду на прошлой неделе, то есть позавчера, пришли на задание комиссии инициативная группа родителей, мамочек, скажем, и папочек, которые защищают интересы своих детей и вообще детей из русскоязычных семей и стали требовать, чтобы им дали слово, и что необходимо начать обсуждение этой важной проблемы, искать какие-то альтернативные решения. И представитель комиссии господин Аша радно согласился, и вчера он их принял, и даже больше того обещал на следующей неделе заседание большой рабочей группы, в которое будет вовлечено и представителям Министерства образования и науки, и представители Латвийского союза самоуправления при участии этих инициативных коллег. Они радуются. И действительно это шаг вперед, но я к этому отношусь скептически, при всем уважении, скажем, к людям, которые организуют такую рабочую группу. Я хорошо понимаю, что все это делается на фоне визита венецианских эмиссаров, и когда они уедут отсюда, еще неизвестно, будет ли эта рабочая группа свою работу продолжать. Все это мы уже проходили. Поэтому единственным способом действительно решения является поддержка инициатив и самоорганизация тех родителей, которые последовательно выступают за демократическое разрешение тех противоречий, которые состоялись в системе образования, которые созданы политиками в совершенно незаботящейся никаком балансе, и которые исполняют только один свой конкретный интерес – укрепление оппозиции перед выборами в Рижскую Думу. Это точно. Вот на этой ноте мы буквально перевемся на пару минут у нас. Реклама. Игорь Пименов, студия и депутат Сейма. Не переключайтесь. Возвращаемся к нашей беседе с депутатом Сейма Игорем Пименовым. Вот действительно, на этой неделе произошла такая утечка неофициальная, видимо, специально для зондажа общественного мнения, возможных каких-то дологовых изменений. Большой был список. Мы в свое время в эфире, по-моему, да, в четверг это как раз обсуждали. Не будем повторяться. Я спрошу, Игорь, у вас так, насколько вообще в Латвии реально ввести вот эту систему прогрессивности, на что вы, ну, как представитель социал-демократической партии, настаиваете, потому что мы видим, что даже когда была попытка сделать такой, ну, я бы сказал, такой примитивной прогрессивности, это вот 20 и 23, в зависимости от дохода в месяц, мы увидели, что очень большие проблемы возникли и с администрированием, и с тем, что люди потом столкнулись, что если они, допустим, работают не на одном месте работы, а где-то подрабатывают, они по итогам года еще, честно платя налоги, оказались должны государству. Вот насколько вообще реально в нашей системе эту прогрессивность вести, особенно учитывая, что, наверное, и не так-то просто определить, с какой суммой начинать вот взимать повышенную ставку. Да, возникло много сложностей перед администрированием, но прогрессивность совершенно ни при чем. Ни при чем. Абсолютно. То есть, это так организована система сбора налогов и учета необлагаемого минимума, минимума дохода, необлагаемого по доходным налогам физических лиц, что в законе заложено, что по истечении года таксации государство производит перерасчет и далее принимает соответствующее решение в отношении того, должно или не должно конкретное физическое лицо доплачивать соответствующий налог, чтобы перестать быть обязанным государству. Конечно, это сбивает с толку и, в общем-то, для, я предполагаю, для огромного большинства налогов, налогоподточек просто непонятно. Это раз. И, кроме того, есть еще одна сложность, почему занялись налоговой системой правительства, потому что, действительно, в 2017 году, в то законодательство, которое было принято с теми, к исполнению с начала 2018 года были заложены мероприятия, которые существенно ухудшили условия экономического развития малого и среднего бизнеса, была увеличена минимальная заработная плата, во-первых, с одной стороны, с другой стороны, были отменены некоторые льготы и возможности, которые получали малые и средние предприятия к тому времени. Для чего это было сделано правительством? Правительство, главное, свои надежды и в отношении своей репутации, и в отношении экономического эффекта своего реформирования связывали с освобождением от подоходного налога нераспределенной прибыли предприятий. Это означало, что, по большому счету, государство отказывается просто от этого налога, уповая на то, что будет при всем при этом расти капитализация предприятий, деньги, которые нужны предприятиям для развития, не будут кредитоваться банками, а будут накапливаться предприятиями, что, конечно же, очень хорошее намерение, его надо поддерживать, и мы его поддерживали, продолжаем поддерживать. Но при всем при этом неизбежно возникал вопрос, откуда взять деньги для того, чтобы обеспечить обязательства государства уже в следующем, к тому времени, в 2018 году, нашли разные способы. В частности, вот, когда стали обирать возможности, которыми пользовались к тому времени малые и средние предприятия, и это раз. Во-вторых, был увеличен акцизный налог, который, соответственно, был неизбежно трансформировался в повышение многого цен на большой ряд товаров. Все это, вне всякого сомнения, вызывает большое неодовольствие. Я испытал, ну, просто шквал критики, причем очень гневные, как член фракции, которая поддержала ведение вот этой налоговой реформы, причем больше того, человек, который, большему счету, защищал в первую очередь всеми эту налоговую реформу по той самой причине, за которой вы этот разговор завели. Потому что мы видели, во-первых, что действительно укрепление предприятий в долгосрочном плане их дает возможность им развиваться, и это делает и коммерческую деятельность более перспективной, и более стабильной, и большее количество лиц может решиться на то, чтобы открыть свое дело. Это раз. Во-вторых, мы поддержали, потому что действительно были сделаны первые шаги прогрессивизации налога. Но я хочу внимание обратить на следующее, что еще одна причина, по которой возникла дыра в бюджете, была в том, что на самом-то деле нагрузка подоходного налога физических лиц была перенесена на более высокие доходы очень неуверенно. В значительной степени эта прогрессивизация свелась просто в сокращение подоходного налога для большого количества зарплатников, так скажем, с 23% до 20%. И в этом вся прогрессивизация. Но это означало опять-таки, что меньше денег должно будет поступать в будущем в бюджет. Между тем, перенесение этого налогового времени на большие доходы тоже состоялось очень нерешительно. Во-первых, скачок с 20% до 23% он невелик. Во-вторых, еще следующая ступень, она была тоже невелика, и 31,4%. Не каждый экономист объяснит, почему такая странная ставка. Тому объяснение есть в системе организации сбора и учета налогов в службе госдоходов. Но в конечном итоге, повторяю, возможный сбор налогов физических лиц, благодаря такой прогрессивизации в кавычках, на самом деле сократился и не дал того большого эффекта, на который должны были рассчитывать любые инициаторы введения прогрессивного налога. А как надо делать бы на самом деле, спросили вы. Значит, речь идет прежде всего, что должны быть освобождены от налогов получатели небольших доходов, вне всякого сомнения, небольших зарплат. То есть речь о том, чтобы необлагаемый минимум, который сейчас называется так, был бы введен в ставку налогообложения, и таким образом просто любое предприниматель знал, что его наемный работник, получая доход меньше некоторого, просто налоговым облагаться не будет, и эта сумма, соответственно, и налог на обложение этой суммы не ложится временем на плечи работодателя. Кроме того, ставки должны увеличиваться значительно решительнее из меньших сумм, но при введении большего количества ставок делается в значительном большинстве государств Европейского Союза. На это возражают, но у них большая история, они это знают, как делать. Вы знаете, как бы это не бином Ньютона. Есть некоторый опыт, есть обобщение прогрессивизации подоходного налога во всех европейских государствах. Было бы желание им воспользоваться. Рабочая группа Всемирного банка, которая работала в Латвии в 2016-2017 году, указала, в общем-то, более, казалось бы, умеренные ставки, чем в Голландии, чем в Бельгии, чем в Скандинавии, но при всем при этом они значительно выше, чем те, которыми пользуются у нас сейчас в Латвии. Таким образом, как это уже много раз подпреждала история экономики, неуверенные экономические реформы подчас наносят больший вред, чем отсутствие таких реформ. Если ты взялся что-то реформировать, все рассчитай, все взвесь и принимай решение решительно, чтобы уже на первое, в первое же ближайшее время были получены какие-то позитивные результаты. При таком подходе, который был сделан при правительстве Кучинского, быстрых результатов получить невозможно. И в значительной степени все противники этого правительства, которые работали даже в самом правительстве, теперь получили карт-бланш для принятия более жестких мер и для того, чтобы под этим предлогом сворачивать социальные программы. И более того, мы получаем сигналы, что идут разговоры о том, что для того, чтобы запополнить бюджет следующего 2021 года, надо будет продавать какие-то государственные предприятия для того, чтобы получить деньги. Но это значит просто съедать, ну, как бы, свое государство. Это не тот путь. Инвестиции необходима действительно как воздух в нашей стране, но ими должны заботиться прежде всего правительство, а не сидеть в ожидании того, что какие-то большие деньги придут сюда, на наш мелкий рынок, где большие доходы никогда получить будет нельзя. Здесь мы, в принципе, при наших условиях, становимся перед необходимостью серьезной интервенцией государства в управление экономикой. Конечно, это идет в полный разрез с нелиберальной экономической мыслью, которую исследовала Латвия последние 25 лет, но это же самое исследование, собственно говоря, привело к тому, что те проценты роста, которые нам объявляют раз в год правительство, подтверждают, что на самом деле это не рост, а стагнация. Да. Ну вот интересно, когда Вы сказали о необходимости даже, возможно, продавать какие-то госпакеты акций. Вот сегодня пришла новость, точнее две новости о том, что грузооборот в латвийских портах упал в январе, ну по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 28,8%, а вот только что сейчас пришла по информационным агентствам сообщение, что грузооборот по латвийской железной дороге упал на 52,2%. Вот в связи с этим возникает логический вопрос, если мы вспомним и ситуацию с банками, конец нерезидентскому банковскому бизнесу, транзитная сфера, фактически завершение финансового периода еврофондов. Как вообще Латвия на чем будет зарабатывать? У Вас есть представление? Вам правящие, вот все ими что-то говорят, я понимаю, что Вы представитель оппозиции, да, но вообще у правящих есть план вообще? Как Латвия будет жить в последующие годы? Правящие, как Вы называете их правящими, да я их тоже так называю, потому что на самом деле не взяли ответственность за руководство страной. Они руководствуются той же самой экономической теорией и теми самыми экономическими и по защиту политическими принципами, которые руководствовались их предшественниками. Крещанец Карин является последовательный сторонник неолиберального управления экономикой, который осваивается к тому, что государственное вмешательство управления экономикой должно быть минимальным, вообще просто микроскопическим, что необходимо таким образом проводить финансовую политику, чтобы обеспечить предельно высокие кредитные рейтинги государства, то есть рейтинги доверия на международных рынках, которые привлекут сюда деньги, большие инвестиции, которые, собственно говоря, и обеспечат рост нашего государства и нашей экономики. На самом деле эти надежды не имеют под собой никакого экономического обоснования. Большие деньги приходят туда, где есть большие рынки. Наш рынок невелик. Наш рынок… Это так мягко говоря. Мягко, рынок невелик. Небольшое количество людей, которые здесь, в этой стране живет. Больше того, эти же самые неолиберальные реформы и способ выхода, выход из кризиса, который предложило правительство Валдеса, Домбровского, по-моему, я не ошибся в имени, бывший премьер-министр Латвийской республики… Да, просто сейчас его комиссиаром. Совершенно нет, ну как же быть. Это все понятно, это помнится. На самом деле привело к тому, что из страны выехало примерно 13% всего населения, если не больше. Трудно говорить о более точных числах. Это значительно ухудшило и возможность сбора налогов, это значительно сократило привлекательность нашего рынка для международных инвесторов. Поэтому ответственность за развитие экономики парадоксальным образом ложится все больше и больше на то самое правительство, которое все меньше и меньше хочет эту ответственность на себя брать. Но рано или поздно такую ответственность надо будет все-таки брать, реально засучив рукава, искать источники для того, чтобы создавать новые рабочие места. Потому что новые рабочие места – это не просто кусок хлеба на столе университета, это и налоги, которые приходят в бюджет, об этом нужно помнить. А другого источника получения налогов у нас нет. Пока что. Другое дело, что я являюсь сторонником тех экономистов, которые предлагают, чтобы по тем же ставкам облагались не только зарплаты, но и налоги на прирост капитала и, в частности, на дивиденды, что, на мой взгляд, является правильным, потому что в конечном итоге экономически они, безусловно, происходят, эти доходы по разным каналам, но в конечном итоге сводятся к одному и тому же доходы физических лиц. Если ставка прогрессивного налога экономически просчитана, это не должно быть никаким ударом или даже давлением на бизнес, наоборот, в значительной степени это облегчит им и сделает более привлекательным бизнес для малых и средних предприятий, потому что их расходы, их издержки на оплаты налогов сократятся. И это, если правильно рассчитать шкалу. И это является одним тоже из тем маневров налоговых, которые следует предпринять. Но сейчас я это говорю все, в общем-то, как бы не зная, какие конкретные предложения правительство нам принесет к осени или даже к началу процесса подготовки бюджета следующего года. Он должен начаться в марте, как это бывает. Долго и ждать не приходится. Вот по тому, как проходят занятия, заседания под комиссией по налоговой политике в СЕМИ, в которой я тоже участвую, я делаю выводы, что сейчас правительство озабочено тем, чтобы такие принять меры, которые бы как бы сбросили возможное недовольство тех организаций, которые выражают интересы различных социальных групп в Латвии. Это касается не только профсоюзов, это касается ассоциаций предпринимателей разных отраслей. И каждый понедельник фактически мы заслушиваем их сообщения и их мнения по возможному реформированию их потребности о каком-то возможном реформировании того или иного налога. К сожалению, позиция правительства по этим вопросам пока что не излагается, поэтому комментировать как-то развернуто, что же нам будет предложено в ближайшее время, мне непонятно как. Да, ну давайте примем звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Вот у вас все гости приходят, такие все они умные, такие идеи хорошие предлагают, что политики, что экономисты. Но как дело доходит до того, что кто-то попадает в коалицию, все, они все про это забывают. Налоги только повышаются. Я как предприниматель, у меня есть свое дело. Я с первого момента, когда прогнозировали, допустим, реформу налога на прибыль с предприятий, я сказал, что люди перестанут платить, люди будут искать возможности увеличения эффективных расходов, чтобы понизить повышенную ставку. Все то же самое. Когда эти выходят новости страшные о том, что налог на зарплату в Латвии составляет 75%, 70% от 100 евро, которые я выплачиваю работнику в карман, я 75 евро плачу государству. Это же ненормально, это дикость, это выше, чем в Германии. Это столько же, сколько в Швеции. В Эстонии на 20% меньше, в Литве на 11% меньше. Это просто дикость. Как мы можем конкурировать вообще хотя бы со своими соседями? Просто невозможно. Вот меня удивляет только то, почему в нашем государстве, у нашего правительства не возникает идеи попробовать понизить налоги для того, чтобы увеличить собираемость и вывести предпринимателей серых схем. Спасибо большое. Это борьба интересов и мнений, которые происходят все время. Одни предлагают уменьшать, другие предлагают повышать. Как раз правительство отказывалось в последний год от повышения налогов, в этом заключалась их гордость и убежденность в том, что таким образом они как раз привлекут симпатии налогоплательщиков к своей политике. Но понимаете, будем помнить одну вещь, что никто не наполнит бюджет, кроме тех же налогоплательщиков, и поэтому рано или поздно что-то надо будет им с налогами делать. Как они поступят сейчас говорить сложно, я как раз об этом сейчас сказал, потому что просто в оппозиционном политику трудно судить о том, что ждет, какие изменения будут предложены, но скоро об этом узнаем. У меня в свою очередь был вопрос, который я хотел бы задать нашему слушателю в отношении обложения налогом прибыли, о каком обложении он говорит. Речь идет о том, что если, допустим, он выбирает в виде ревидента, тогда да. Если он выбирает в виде ревидента, тогда он действительно облагается по ставке 20%, но вместе с тем он эту прибыль может не облагать налогом, она может оставаться полностью в его распоряжении, нераспределенной, и если он развивает свое предприятие, он получает дополнительные деньги на его развитие. Выгодно это ему или нет? Мне было бы интересно знать его точку зрения. Хотя, с другой стороны, я хорошо понимаю, что многие, особенно те коммерсанты, которые только начинают дело или находятся в бизнесе до 10 лет, они, в общем-то, и не хотят стать какими-то коммерческими гигантами, они просто хотят жить независимо от государства и использовать в повседневной сети деньги, которые они зарабатывают в своей постоянной предпринимательской деятельности. Такое желание тоже понятно, но эта ставка, она тоже не 23%, как, допустим, было бы, если бы они были бы на найме, она только 20%. Значит, все-таки мне хотелось бы поговорить, может быть, подробнее на эту тему, если такая возможность появится. Да, ну, к сожалению, уже наш радиослушатель положил трубку. Может быть, такой последний вопрос в завершении. Значит ли это, вот из того, что вы говорили, и зная вот ту ситуацию, которая у нас есть, из завершения вот семилетнего финансового периода еврофондов, уже понятно, что вообще, когда к нам еврофонды придут, их будет меньше в объеме, чем вот в предыдущие семилетии, потому что у нас ждет какой-то кризис, охлаждение экономики и так далее. Говорить об этом рано. Ну, вот, те сведения, о которых я вот вам, пускай, молвил, они еще не подтверждены, а это просто, по всей видимости, только обсуждается в правительстве, о возможной продаже государственных предприятий. Если это состоится, на самом деле это будет подтверждением того, что государство решает свои экономические проблемы, продажи, так скажем, своей плоти. Это не лучшее, конечно, решение, и это подтверждает не только сокращение поддержки внешних трансфертов, которые мы получали все время, пока находимся в Европейском Союзе, как деньги, которые давались на деньги из фонда выравнивания, но это и подтверждает, в общем-то, я скажу, экономическую несостоятельность руководства всех правительств, которые были до сих пор, и этого последнего, которые руководят страной сейчас. Хотя президент там сказал, что, оказывается, правительство Каинща вытащило страну из болота, что было удивительно слушать, честно говоря. Хотелось бы знать подробнее доводы президента. Да. Игорь Пименов у нас был в студии, депутат Сейма. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.